Всем привет! Рады видеть у нас на ягодных полях. Здесь позади меня плантация малины общей площадью 12 гектар. Здесь осуществлялась посадка в прошлом году. Все это высаживалось на подготовленные гребни. Была установлена капельная лента в две строчки. Расстояние между растениями в ряду 33 сантиметра. Рекомендует даже делать больше плотность, даже меньше междуряди, чтобы там доходило чуть ли не до 4 растений на метр, в зависимости от какой мы преследуем цель. То есть у нас здесь основная, конечно, наша цель, это всю площадь малины, которую у нас есть, использовать для промышленного выращивания, для механизированной уборки. Потому что есть большие потребности в малине как замороженной продукции. По поводу 33 сантиметров, наверное, есть и плюсы, и минусы, как и в любой технологии. Из плюсов, наверное, стоит отметить, что меньше, конечно, сорняка растет из где-то ряда и так далее. Но из минусов, наверное, то, что она из-за того, что сильно густая, очень сложно проводить какие-то ручные операции, если в этом есть у нас необходимость. А у нас она, будем так говорить, есть. В текущем сезоне мы еще пробуем, испытываем, пытаемся до конца понять эту культуру и найти вот именно ключ, который будет вот подходить именно нам, что мы двигаемся в правильном и нужном направлении. К зимовке мы подготовили основную площадь. Мы сделали скашивание под самое основание. Можно, в принципе, видеть вот разницу между вот этой малиной и вон той. Вот здесь вот производилось скашивание под самое основание. Это был трактор МТЗ и обычная коса. Но ради эксперимента мы вот оставили часть площади, не скашивая ее, посмотреть, как она перезимует. Из условий зимовки снега было достаточно много, что, наверное, большой плюс для нас. Морозы были такие, как настоящей русской зимой, которые показали, что малина в нашей полосе достаточно хорошо и комфортно себя чувствует и способна перезимовать. Выходили из зимы, наверное, можно только сказать, что была такая вот умеренная весна, которая начиналась постепенно, переходя с марта, в апрель таяние снега, не было у нас здесь сильного застоя воды, все это достаточно быстро ушло. И, наверное, это способствовало тому, что достаточно быстро и активно у нас началась вегетация. Наверное, примерно по срокам, где-то конец марта, наверное, в самом начале апреля началась вегетация, появились только-только новые молодые побеги. Вот как бы уже все видно, как это выглядит в настоящий момент. Мы получили достаточное количество рекомендаций, что вот эта вся приствольная зона, которая идет возле малины, вот здесь вплоть до капли, можно работать гербицидами, такими достаточно мягкими, чтобы они были нежесткие, типа лантрелла и других гербицидов, которые будут справляться с сорняками и не оставлять здесь и боковую поросль, если она нам не нужна, и будут справляться с сорняками. Так, пока у себя на практике мы применяем, в зависимости от меры отрастания сорняков, мы боремся с ними, будем так говорить, вручную. То есть, наверное, это примитивно, но достаточно эффективно. И в целом, как бы, это такая необходимость, потому что вот сейчас мы делали уже две операции по прополке, сорняки начали по новой отрастать, но все же можно видеть, что в целом, как бы, достаточно чистая полоса. Здесь вот, где располагается малина, вот она не забита сорняками, то есть она вот есть вот с этой, с боковой части. Но это мы будем со временем, когда мы найдем правильный подход, технику, и будем работать здесь уже гербицидами, дабы исключить ручной труд. Так, ну, здесь вот, знаешь, с вопросом, наверное, не совсем он правильно поставлен, какой у нас pH. pH чего? pH воды или pH почвы? Если мы говорим за pH почвы, здесь в целом на малине у нас где-то pH в пределах 5,3. Наверное, он не оптимальный, но в целом малина такой pH достаточно неплохо переносит, и проблема с тем, что начинаются какие-то вот элементы усваиваться или не усваиваться, как бы в этом нет. По pH воды, с которым мы работаем, у нас он в пределах 7, получается он близкий к нейтральному. Вода у нас качается с пруда, с этим проблем нет. У нас стоит две станции фильтрации, грубой и малой очистки, то есть поэтому вода, ну, как бы проблем не доставляет. По уровню ЕСИ, ЕСИ у нас в пределах 0,4-0,5 на выходе, и когда мы начинаем поливать это без внесения удобрений. Там вносим удобрения, ЕСИ чуть-чуть поднимается, но это не является проблемой для нас. Тут более важно следить за тем, сколько воды нужно вносить там для малины вместе с удобрением, потому что как бы малина, она не любит переливов, избыточной влаги и так далее. То есть здесь вот к этому нужно уделять более особое внимание. К тому же очень много существует мифов, касающихся, что вот у меня высокий pH воды, но при этом многие не берут в расчет pH почвы. У вас может быть высокий pH воды, но когда у вас pH почвы, вот, например, как у нас там 5,3, и в сумме, когда вы выливаете удобрения, он будет применяться где-то в целом, например, и достигать отметки 6, это нормальная цифра, когда все элементы усваиваются без каких-либо проблем. Ну, на самом деле, как бы, ну, будем так говорить, это такие немножко собственные наработки. То, что строит грядки, то, что формирует сразу лунки. То есть, коллеги, у нее нет определенного названия, это не какой-то отдельный агрегат, это вот, ну, мы его называем там грядаобразователь, и следом у нас идет вот это колесо, которое имеет отверстие по всему, получается, диаметру, радиусу, да, и имеет отверстия одинаково, которые располагаются прям, ну, одинаково между друг другом, и туда устанавливается, как бы, такой зуб, который, когда колесо вращается, вот делает вот эту некую такую перфорацию. Наверное, я бы отметил, что вот этот зуб стоит все же сделать чуть длиннее, чтобы, если мы говорим про высаживание малины в кассетах, он был чуть-чуть поглубже, то есть, как бы, потому что даже для той малины, которую мы высаживали, думаю, что чуть-чуть бы глубже, и было бы вот прям самая-самая вот идеальная посадка. Здесь на усмотрение каждого. Хочется, наверное, отметить плюсы, наверное, того, что вот был вот этот гребень, так как в этом году была достаточно снежная зима, и когда началось таяние снега, начала образовываться вода, она, как бы, скапливалась вот в рядах. То есть, малина была чуть-чуть на возвышенности, и вода, как бы, уходила, грядки были напитаны, они чуть побыстрее начинали все равно прогреваться, было достаточно влаги. Но, так как уже говорил ранее, малина не любит избытка воды, как бы, это может стать проблемой. Но гребень – это не обязательная процедура. У многих, видел в хозяйствах, вообще там одна капельная лента располагается. У нас здесь, как бы, две капельных ленты, потому что, в первую очередь, можно и быстрее осуществить полив, и быстрее внести элементы питания, и так далее. То есть, поэтому, как бы, это мы выбрали такой вот для себя путь, и, скорее всего, он будет для нас более актуальным, потому что мы хотим приблизиться к механизированной уборке. Основная задача у нас – подготовить все и собирать малину механизированно. Возможно, комбайны и различная другая техника уборочная, ей необходимо, чтобы был некий такой вот подъем для малины, иначе он просто-напросто, возможно, не сможет проводить какие-то операции, если она будет вровень с землей. Но построение гребней – это не обязательная операция, это некая такая, наверное, как бы своя задумка от того, что мы где-то видели, где-то слышали, с кем-то пообщались, обсудили мнение и приняли для себя уже там окончательное решение, которое будем у себя здесь применять на практике. Работать на профилактику от вредителей, наверное, все же сложно сказать, что это получается или это осуществимо. В большей степени мы работаем как бы с неким таким контактом и обнаружением самих вредителей, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, наблюдениями, потому что в целях именно и экономики есть различный порог вредоносности вредителей, поэтому мы, наверное, применяем средства защиты растений по мере такой необходимости. Вот для контроля болезни, наверное, я бы сказал, что мы работаем для профилактики. Как бы болезни, наверное, реже встречаются на малине, но они тоже есть. Но вот все зависит от качества посадочного материала и, соответственно, контроля именно препаратов, которые применяются уже на площади. То есть хорошие, качественные препараты, они как бы дают хороший, высокий результат. Поэтому для болезни, да, наверное, стоит отметить, что мы работаем больше на профилактику. В основном мы применяем баковые смеси. Это инсектицид плюс фунгицид или, возможно, два инсектицида плюс фунгицида. Вот. Также добавляем туда стимуляторы. Но, коллеги, обязательно, да, проводим тесты на совместимость. То есть не нужно говорить, что я там пять препаратов лью, и это все идеально работает. Надо все это сначала попробовать, проверить предварительно, и затем только уже проводить обработки, убедившись в том, что вы знаете, что вы делаете. Потому что если вы несете такие большие затраты и не знаете, что вы делаете, вы, соответственно, не добьетесь высоких результатов. Основные, конечно, планы у нас это в первую очередь вырастить высококачественную малину, получить отличнейшую ягоду для ее реализации. Но что касается планов именно обработки и растений, нам нужно разогнать малину. То есть это обязательно усиленное питание в капельный полив и обязательное листовое питание по всей площади. Это различными аминокислотами, стимуляторами, чтобы разогнать ее и достичь нужной высоты не менее полутора метров. Друзья, мы рады были ответить на все вопросы, которые вы оставляли ранее в комментариях, в предыдущем видео. Мы ждем от вас новых вопросов, которые могут у вас возникнуть. Всем пока и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok